Паники нет ни среди туристов, ни в самих туристических агентствах. Работа идет в стандартном режиме. Сотрудники турфирм сохраняют спокойствие и стараются не говорить об упавшем российском самолете. Ведь их главная задача на сегодняшний день – отработать возвраты по забронированным ранее путевкам, а также переориентировать туристов на другие направления. Турция, Таиланд, Вьетнам, Арабские Эмираты. Правда, стоимость путевок в свете последних событий увеличилась значительно. Возросло направление Азии процентов на 30. Так как это единственное сейчас возможное решение для отдыха именно морского, единственная альтернатива Арабские Эмираты. Они остаются в том же ценнике и достаточно очень похожи, так как арабская страна похожа на Египет. Единственный момент – в Эмиратах отсутствует all-inclusive и для въезда туда необходима виза, оформление которой занимает около трех дней. Поэтому покупать такие туры горожане не спешат. Что же касается возврата путевок и получения за них компенсации, то тут операторы действуют совместно с Ростуризмом. Но уточняют – размер возмещения зависит от честности агентов. Могу сказать, что некоторые туроператоры пока предлагают аннулировать туры со штрафами согласно договору. Некоторые идут на уступки, прислушиваются к рекомендациям Ростуризма и идут на встречу туристам, аннулируют без штрафов. Между тем запрет на перелеты, который был принят на государственном уровне, не подпадает под определение форс-мажорных. Поэтому все дальнейшие действия туроператоров будут зависеть от рекомендаций Ростуризма. Что же касается возврата багажа тех туристов, которые на сегодняшний день до сих пор находятся в Египте, то его в течение двух недель можно будет получить в аэропорту перелета. В нашем случае – Кольцово. До отдаленных же от аэропорта районов чемоданы поедут почтой России. Предлагается в аэропорту вылета прикреплять жетоны, где будет прописана фамилия, имя, аэропорт, куда следует рейс, номер рейса, фамилия, имя, отчество, номер телефона. Если такая информация на багаже имеется, то, соответственно, процедура быстрее. Багаж найдет своего владельца. С багажом и путевками все ясно. Но как же быть тем, кто боится перелета в принципе? Ведь после каждого упавшего самолета этот страх только усиливается. В таких случаях психотерапевты успокаивают. Нужно чаще летать, тогда будете меньше бояться. Ограничивать свою свободу, ограничивать свои планы, просто ограничивать свою жизнь в связи с такими подобными событиями ни в коем случае не следует. В противном же случае, уверены специалисты, у человека, зацикленного на своих страхах, может развиться психоз. А это уже причина посерьезнее для отказа от путешествий, чем временное ограничение перелетов.